Мне все равно, насколько уверенно вы себя чувствуете. Эти вещи мужчины не должны надевать на себя. В сегодняшнем видео, господа, 20 вещей, которые мужчины не должны носить. Первое по списку. Не обливайтесь парфюмом. Друзья, не перебарщивайте. Помните, вас должны заметить, но не заходите в комнату с транспарантом. Подумайте, ведь у кого-то может возникнуть мигрень, а кто-то просто не хочет дышать вашим запахом весь день в офисе. Начните с одного пшика. Убедитесь, что пахнете приятно, и найдите подходящий парфюм. Второе, огромное лого. Я говорю о таких гигантских лого. Пока вам не платят эти компании за рекламу их бренда, зачем носить огромное лого? Далее, поговорим о брюках с вышитым лого. Что с этими штанами? Оказывается, мужчины на самом деле их носят. Но, ребята, опять же, как и в предыдущем пункте, пока компания вам не заплатит за это, не носите эти штаны. Четвертое, без рукавки с боковым разрезом. Некоторые парни считают, что это величайший самопиар. Это прекрасно, если у вас хорошее тело, о котором вы заботитесь. Но поймите, что вы можете носить нормальные футболки и показывать свое тело. Если футболка хорошо сидит на вас, вам не нужно показывать ваш эстетический вид сбоку. Пятый номер. Заостренные туфли. Для кого-то вроде Джеймса Бонда хороши туфли с выходящим лезвием. Но мы говорим об остроносых туфлях, как об элементе. И если они выглядят, будто вы хотите пырнуть кого-то и порезать кожу, то, друзья, постарайтесь избежать такого. Далее, и почти полная противоположность остроносым туфлям, квадратный носок. Ребят, это тоже крайность. Не надевайте такие туфли. Посмотрите на эту картинку. Избегайте такой вид туфель. Обратите внимание, это не точеный носок. Точеный носок более изогнутый. Возможно, он имеет слегка прямой угол, но они дико отличаются. Друзья, вам нужно избегать квадратные носки. И пока мы говорили о туфлях, обсудим и обувь на липучках. Если вы ребенок и не можете завязать туфли, липучки для вас. Или вы в престарелом возрасте и у вас артрит сустава кисти или инвалидность. Тогда липучки хороши. Но если вы взрослый мужчина, способный завязать свои шнурки, липучки вам не нужны. Восьмой номер по списку. Джинсы скини, если вы не худой. Многие парни следуют модным тенденциям, пытаются быть модными. У меня есть друзья, которые любят джинсы скини. Как по мне, в общем, мне не нравится видеть, как большие мужчины пытаются влезть в эти джинсы. И показать миру, что у них есть. Друзья, нам не нужно этого видеть. Девятый номер. Джинсы с украшениями. Этот вид джинсов имеет блестки, немного страз на разных частях джинсов, всякого рода нашивки. Да, вы видели парней, идущих по улице с набором страз в области пятой точки. Друзья, я не знаю, чье внимание и почему вы хотите туда привлечь. Удачи, если это вам подходит. Мое мнение, не носите такое. Десятый номер. Футболки с глубоким V-образным вырезом. Если немного видно ключицу, это хороший вырез. Но если ваш V-образный вырез спускается до пупка, то это перебор, друзья. Мы не особо хотим видеть ваше мужское декольте. Я не думаю, что мужчины и женщины в обществе хотят это наблюдать. Одиннадцатый номер. Шипованные ремни. Да, все шипованные вещи стоит избегать, если вы старше десяти. Далее, мешковатая одежда. Итак, если вы снимете свой ремень и с вас спадут вещи, то вам стоит приобрести новую одежду, которая будет сидеть на вас правильно. Если вы разведете руки и ваша футболка будет похожа на парус, вам нужно приобрести футболку правильного размера. Номер тринадцать. Ботинки Огги. Извини, Том Брэдди. Номер четырнадцать. Чокеры. Если только вы не на поводке. Далее поговорим о ношении рубашки на выпуск. Я говорил об этом, я рассказывал в деталях. Господа, если это классическая рубашка, она создана быть заправленной. Всегда заправляйте такую рубашку. Обычную рубашку на пуговицах вы можете носить на выпуск. Их часто такими делают. Но убедитесь, что она хорошо сидит и правильной длины. Она не должна закрывать ваши ягодицы. Где-то на десять сантиметров ниже пояса, когда вы поднимаете руки. Где-то на десять сантиметров ниже пояса. Когда вы поднимаете руки, она должна закрывать ваше туловище. Для такой рубашки такая длина подойдет. Но классическая рубашка будет все время выправляться. Блестящие клубные рубашки. Где-то летом 2011-го было их время. Но сейчас пора убрать их из вашего гардероба. Номер семнадцать. Все, что с крыльями. Все, что с пламенем. Если только вы не звезда ТВ, вам нужно избавиться от этого. Волки. Особенно несколько волков на футболках или другой одежде. Хорошего пути. Пижамные штаны на публике. Господа, не стоит их носить на улице, если только не произошел пожар, вы схватили детей и выбежали. Тогда да, идеальное время. Но не когда вы в ближайшем магазине выбираете пару бутылочек холодного Олд Милуоки в пижамных штанах. Это всегда меня поражало. Я всегда говорю это, господа. Сандали не созданы для того, чтобы носить их с носками. Избегайте эту комбинацию. Двадцатый номер по списку. Ну, господа, это на ваше усмотрение. Я бы хотел прочитать в комментариях, что я упустил. Что вы видели такого в мужской одежде, что требует запрета. И будем немного серьезнее. Я выложил это видео не потому, что я хочу обидеть кого-то. Я просто хочу напомнить вам о важности внешнего вида. Даже если вы идете на заправку, даже если пошли в школу к ребенку, люди делают выводы за несколько секунд на основе внешнего вида. Всегда думайте, контролируете ли вы свой посыл с внешним видом. Господа, если вы ищете сообщество, где больше двадцати тысяч мужчин готовы помочь вам в вашем стиле, зацените нашу бесплатную группу в Фейсбуке. Великолепная группа. И что мне нравится в ней? Что парни отвечают даже раньше, чем я. Я стараюсь отвечать на каждое сообщение, но иногда это занимает три-четыре дня. Я человек, извините. Но ребята в Фейсбуке, они реагируют моментально. Кроме того, если вы хотите бесплатные книги, хотите просто сесть и почитать нужную вам информацию, у меня масса этих книг на Real Men Real Style. Скачивайте. Я кое-что в них дополнил, и некоторые скоро исчезнут. Так что успейте. И, наконец, друзья, если вы хотите учиться в своем графике, некоторые, посмотрев видео, говорят, что они слишком долгие. Что лучше послушать. Друзья, я записываю подкасты. Шикарные подкасты. Уже более 40 эпизодов чистой информации. Переходите по ссылке, слушайте, скачивайте через iTunes, пишите комментарии. Друзья, поймите, я создал все эти инструменты, чтобы вы шаг за шагом совершали действия, которые сделают вас лучше. На этом все, друзья. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok